В среднем в год в Гомельской области образуется около 600 тысяч тонн отходов потребления. Со временем тысячи превращаются в миллионы тонн и целые небоскребы мусора. Александр, специалисты знают, что с этим делать? Для этого они специалисты, что знать, что делать. Проблемнее всего, наверное, это переработка полимеров. Почему сейчас государственная программа уйти от полимерных отходов и прийти к бумажной? Бумажная упаковка легче перерабатывается. И все-таки актуальная соберемокулатура «Спаси дерево» она всегда актуальна была и в Советском Союзе, и у нас. Полигон отходов в Реческом направлении вот-вот будет закрыт. Что придет ему на смену? На смену ему уже придет Гомельский областной региональный центр, который объединит несколько районов. Гомельский район и весь город Гомеля хватит. То есть, по мощности, если сейчас существующий завод 30 тысяч тонн, то представьте, будет региональный центр 230 тысяч тонн. Это будет мультикомплекс? Это не только центр по сбору, но и центр по переработке отходов потребления? Совершенно верно. Это будет региональный центр по обращению с отходами. То есть, там и сортировка, и переработка, и утилизация отходов будет. И второе, что тоже важно, если раньше каждый район занимался отходами самостоятельно, то сегодня большую часть Гомельской области будет охватывать этот новый центр. Региональный центр по обращению с отходами – это уже мировая практика, чтобы объединить на крупных заводах. Все-таки есть и специалисты, и технологи, и, во-вторых, это все-таки экология. Представьте, что создание регионального центра по обращению с отходами позволит удалить все мелкие полигоны, освободит и рекультивирует все эти земли. Вот сколько мини-полигонов, районные полигоны – это все будет закрыто. Это будет первый в стране такого плана центр? Ну, я думаю, их по республике будет 19, но наш, наверное, будет первый все-таки региональный центр. Это правда, что еще и 10 лет назад, и сегодня в Гомель приезжают за опытом работы с коммунальными отходами. Что мы делаем лучше других в этом плане? Ну, не только к нам ездят, и мы ездим. Мы стараемся тоже где-то технологии освоить, где-то подсмотреть. Ну, что мы лучше делаем? Это мы больше объема перерабатываем полимерных отходов, наверное, все-таки. Процент от сбора? Да, да. И переработка полимерных отходов. Именно вот эти полиэтилен, полипропилен отходы. Самые токсичные? Самые токсичные, да. Мы не пускаем их на полигон. Из отходов доходы. Что сегодня в Гомеле производят из вчерашнего мусора? Ну, если мы посмотрим на отходы, которые образуются даже вот в наших жилых помещениях, квартире, элементарные виды отходов, рядом лежат готовые изделия, уже произведенные из этих отходов, именно полимерных отходов. Изделия, которые получили вторую жизнь? Да, вторую жизнь. Из коммунальных отходов, то, что мы выбросили в квартиры, полимерные отходы, то есть это вот полиэтилен, это вот баночки, косметика всякая. Вот получились уже горшочки, техническая труба, фиксаторы, универсальный баночный ключ, который тоже в обиходе у нас на кухне всегда присутствует. И это только то, что вы смогли внести в студию? Ну да, это, так сказать, мелкие изделия. Самые крупные и самые, которые, наверное, больше спросом пользуются, это наши полимер-песчаные изделия. Это колодцы канализационные. Они уже не только канализационные, мы уже разработали и технологические колодцы. Вот сейчас они на экране. Да, да, да. Вот видите, какой массовый выпуск. Это все делается из двух видов отходов. Это полимерные отходы и отходы отжига земли центролита. То есть два вида отходов соединяются. Это и столбики декоративные, и цепочки декоративные, и плитка тротуарная, бордюры тротуарные. Плитка, причем разных видов тротуарная делается. А она безопасна, спросит сейчас зритель? Вот если, например, для дачи, для сада? Ну, она, наверное, долговечная и самая безопасная, потому что она уже прошла рециклинг, ее уже переварили. Все вредные источники оттуда уже удалились при температуре 280 градусов. Что касается цены? Цена, да, она немножко выше, цена обычная, но она за счет того, что долговечная, цена оправдывает себя. То есть наша плитка, эти колодцы, они до 50 лет гарантия. Представьте, ни один бетонное изделие 50 лет не дает гарантии, что оно выдержит, а наши изделия выдерживают. Сделано действительно немало. И все-таки, я думаю, что максималисты скажут, можно было бы перерабатывать все больше. Уверен, среди этих максималистов и вы сами. Мы сами максималисты. Мы ждем с незерспением открытия регионального центра по обращению с отходами. Все-таки, если сейчас уровень использования существующего производства 58% на выходе, так, использования отходов, то представьте, с 230 тысяч тонн, какой уровень будет. И все-таки максимализмом максимализмом, а если не будет заинтересованности первого звена, я сейчас про нас с вами, людей, которые вносят каждый или через день мусор, то и эффективность будет ниже? Ну, понимаете, я вот много опыта из Европы привез. И вот что интересно в европейских странах, да, даже не в европейских, в России, тариф на обращение с отходами в несколько десятков раз выше, чем у нас. То есть мы должны стремиться сохранить этот тариф действующий как можно дольше. А что это значит? Ну, давайте, допустим, в Италии тариф на обращение с отходами, один гражданин в год платит 63 евро в год. Мы, как гражданин, платим 6 долларов в год. Чем больше мы извлечем, и население поможет извлечь вторичного сырья из отходов, тем дольше сохранится вот этот минимальный тариф. Если мы не будем задумываться, да, конечно, нам дешевле это взять, все и сжечь, так? Ну, тогда тариф будет уровень, сами понимаете. На это, в том числе, направлен и экспериментный проект спецкоммун-транс в частном секторе Гумеля. Расскажите буквально коротко об этой инициативе. Мы начали этот эксперимент еще с 90-х годов, когда делали контейнерные площадки, закрывали мусоропроводы, ставили разного типа контейнера для того, чтобы максимально извлечь вторичных ресурсов с коммунальных отходов. Сейчас эта практика просто пошла уже и в сектор, и в частный сектор. То есть, если дворовые территории многоэтажек уже достаточно давно охвачены вашим вниманием, то сейчас решили прийти, по крайней мере, постараться в частный сектор. Суть эксперимента в чем? С 2018 года мы населению предложили государственные программы, предложили расставить контейнера. И одни отходы в одни контейнера, другие во вторичные ресурсы в другие. Эти контейнеры вы предоставили владельцам частных подворий на безвозмездной основе, в аренду? Конечно. Это государственная программа. То есть, в республике существует закон об обращении с отходами. Мы, как перевозчик, как организация, которая занимается отходами, исполняя государственную программу, обеспечиваем население бесплатными объектами. То есть, контейнеры... Только сортируйте. Только сортируйте, да. Что показало время? Время показало, что количество вторичных ресурсов, коммунальных отходов, растет с каждым месяцем. То есть, люди понимают, что надо выделять, которые не понимают. Звонят, объясняем, что вот это туда бросать, это туда. Спасибо большое за это интервью. Оно еще и хороший повод задуматься. Успехов в делах. И до встречи в эфире. Спасибо.